Всем привет, друзья! С вами AcreCube, и сегодня я вам расскажу, как сделать автоферму бронзы. Я тот самый человек, который играл и в Satisfactory, и в Transport Viver 2. Знаю, как сделать логистические цепочки, цепочки для ресурсов, и сейчас я сниму коротенькую видос про автоферму. Так вот, кстати, ко мне пришёл друг, немного затроллил меня, сломал эти золотые источники, сломал медные. Тут заспамился, кстати, рядом с моим основным островом ещё один, поэтому да. Сейчас я вам покажу, как сделать автоферму, и я сделал небольшой тут примерчик, чтобы вам показать, как это сделать. Ну, у многих похожая ситуация. Оно, конечно, в более больших расстояниях, но я это, чтобы было наглядно... Где у меня 4 бура? Спасибо другу, что он мне хотя бы в донейшн положил, и я собрал его. Так, для начала вам надо поставить бур. Так, я уберу вот этот блок, чтобы вам объяснить. То есть я просто поставил бур и не сказал, как именно ставить. Смотрите, у вас есть золотая руда, и она находится там. То есть вам в противоположную надо сторону поставить, и бур будет в эту сторону идти. Не знаю, почему бур идёт в сторону на вас, но ладно. И что вам надо сделать, это поставить тут смелтер. Давайте я сейчас немножечко тут продлю конвейер, линию, где будет конвейер. И сюда надо поставить вот этот блок замечательный, который... Без которого ничего мы не смогли бы сделать в этой обнове. Тут ещё один конвейер. И нам нужен угольный тотем, потому что угольный тотем будет питать все эти вещи. Он обязателен. И у меня уже 75. Их меньше стало у меня, намного. Дальше. Сюда мы ставим вот этот конвейер. Ой, блин, тотем. Простите уж. Чё-то у меня было с интернетом, и я не мог снимать. Сюда ставим смелтер. И теперь нам надо спуститься на один блок ниже. Здесь я сделаю вот такой вот спад. И что я вам советую сделать, это можете 15 блоков сделать. Ой, блин, я упал. Сейчас приду туда и вернусь к вам. Итак, вот у нас есть смелтер. Всё работает. Сейчас я заправлю вот это всё. И он должен по факту давать нам наш ресурс. Ну, опять же, у меня друг сломал все мои острова, которые вот эти вот... Там была медь, там тоже была медь. Но тут поближе застанавливаться хотя бы. Спасибо. Итак, мы делаем здесь небольшой спад. И я поставлю сюда 5 конвейеров, чтобы просто так сделать. И теперь мы здесь делаем вот такой вот небольшой поворот. Опять же, я видел, многие ютуберы делали очень большую ошибку. Потому что я знаю, что есть такая система в всяких играх промышленных. Есть фильтр. И можно фильтровать ресурсы с помощью того, что... Давайте возьмём сейчас медь. И вам это я советую делать тоже, чтобы... Это в сколько? В 9 раз увеличивает скорость того, что вы скорее начнёте. Так, у нас плывёт сюда наша с вами медь. Затем мы кладём сюда землю и смотрим. Если мы теперь сюда будем кормить медь, и оно будет выходить отсюда. Поэтому вот этот метод очень хорошо работает. Затем... Ну да, ещё на один блок ниже сделать. Я это сейчас сделаю. На один блок ниже. Так, раз, два. Вот так вот сделаем. И так, я должен ровненько сделать это. Далее. Мы сюда ставим конвейер. О, блин. Сюда ставим конвейер. И что самое крутое в бронзе. То, что соотношение... То, что разработчик это продумал. Большой эксерти разработчику. Спасибо. Так как соотношение спавна буром золота к меди 1 к 15. Далее. Для того, чтобы нам сделать бронзу, нам нужно 30 медий и 2 золота. Мы 30 делим на 15, получаем 2. 2 делим на 1, получаем 2. В итоге... И у нас на острове может быть 2 источника каждого вида. То есть, мы получаем то, что у нас будет идеально производиться. И это позволяет нам делать вот такие вот автофермы. Так. Ставим сюда еще 5 конвейеров. И сюда еще один input-output-chest. Как для многих ютуберов, они делали промышленный сундук за промышленным сундуком. В идеале можно вообще 15 блоков между ними делать. Если вы экономные очень, то да. Потому что у меня огромная автоферма пирогов. У меня огромная автоферма стали. И у меня еще медь каким-то образом с расстоянием 15 блоков работала. То есть, это знак того, что вы можете так делать. Да. Это... Это... Это никак не убавит вашу производительность. А дальше, что нам надо сделать, это продлить конвейер дальше. Да, я так вот продлю. И что нам надо сделать? Дальше это продлить конвейер. Так. Сюда ставим один блок, сюда один блок. И... Сюда надо... Сверху поставить смолтер. Потому что он очень нужен. Так. Блин. Вот если бы были бастрова, было бы намного проще. Но из-за одного друга не получается. Ааа. Ммм. Тролль. Так. Я не то сделал. Это нам совершенно не нужно. Так. Сюда ставим это. И теперь... Ааа. Что нам остаётся сделать? Это всего лишь-то продлить эту дорожку. И теперь мы будем ставить сюда наш рефайнери. И это последний шаг к нашему производству. А, да. У меня рефайнери там стоит. Сейчас я его сюда принесу. Доставим Red Bronze Refinery. И всё. У нас готов наш вариант автофермы. Ну, опять же, вы в конце поставьте сундучки. Я поставлю сюда. Советую ставить сюда хотя бы один-два вот таких вот Input Outward Chest. Потому что у вас много бронзы всё равно не будет. И, как вы понимаете, тут всё идеально сходится. Я вам говорил это уже. Получается около тысячи бронзы в день. Имея всего лишь-то один источник меди и один источник золота. С двумя источниками мы по два. И... Оно делает это, да. Оно это делает. На самом деле, я так выражу немножечко, чтобы было безопаснее. Безопасность прежде всего. Вот так сделаю. И всё. Такая арочка. Ну, и, пожалуй, так, да. Мы... Я вам рассказал про механизм фильтр. Опять же... Я сниму сегодня, может быть, ещё один видос про автоферму. А, например, про автоферму... Ам... Овощей, да. Самая эффективная автоферма. Опять же, используя математику, я вам докажу, что та автоферма, которую я вам расскажу, самая эффективная в робокской локте. И поэтому на этом всё. С вами был я, Крик Кьюб. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Потому что это мотивирует меня снимать больше подобных видео. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.